Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Теперь, если я в этой команде, и я вот такой человек в этой команде, то я могу в его команде расти и себя считать за самого счастливого человека. Окей? Теперь, если этот человек, проходит время, если этот человек растет, и в конце концов у него уже такая голова, то есть у него уже конкретно такая голова уже лысина. Что делать? Я готов, чтобы он мне каждый день пять раз полировал мою лысину. Это Божье призвание для моей жизни. Я смиряюсь и я живу. Или я говорю, да нет, скажем, это церковь. В этой церкви, или как вы церковь говорите, говорите община или как? Община. Не важно, вы понимаете, о чем я говорю, да? Окей. В этой общине мои друзья, родственники, дети, да-да-да-да-да-да-да, они все такие. Я один такой. Я тогда уйду в сторону, не буду больше в этой ведущей команде, просто буду заниматься бизнесом, буду заниматься где-то, чем-то, как-то. Я не буду мешать этому властолюбцу, пусть он делает, что хочет, а я буду с моей семьей, с моими здесь находиться, пока мои подрастут и потом им начнут лысину полировать. И потом я скажу, сядьте тоже в ряды и так дальше, до какого-то времени. И в конце концов, эта система обычно выплывает таким. Если это одного касается, он еще может чуть смириться, но обычно эти люди уходят. Обычно эти люди не могут продолжать, 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 а не уходят. Потому что это не только полировка уже на голове, а уже там уже, если полирует наждачкой, это уже больно становится. И все. И люди уходят. Есть выход. Я думаю, если семья там, родство там, это там, я бы сказал, чуть-чуть смирись, чуть-чуть закрой твой рот и чуть-чуть так. Главное, чтобы пока, пока, чтобы все так как-то было и все. Но одно знай. Тебе хода в будущее нема. Нема. Потому что вот этот руководитель, он тебе ход не даст. Он здесь сам. Король и капитан и царь и бог. Он здесь сам. И все. И поэтому мы должны смириться, что нам здесь хода нету. И если я скажу, окей, окей, этот лидер, богом поставленный, и я смиряюсь, все мое будущее, все мое развитие, я все ставлю под него. О! Некоторые люди умеют так делать. Это нормально. А другие люди не умеют, тогда уходи. Я вот так понимаю, что пока, пока я как руководитель так стою, и я говорю, растите. То есть я взращиваю людей, я взращиваю людей. И я сам расту. В тот день, когда я остановлюсь и скажу, я не хочу больше расти, мне хорошо. В тот день я вот так руки поставлю, и всех, которые начнут догонять меня, я их буду вот так давить. Это неправильно. Но это психология такая у руководителей. Они давят, и эти люди уходят. Обычно они начинают молиться, Господь, что мне делать, наш руководитель, он мне начинает лысину полировать, что мне делать. И Господь отвечает, уйди в другую церковь. И тогда они приходят обратно и говорят, Бог мне открыл уйти отсюда. Я говорю, здесь Бога и близко нет в этой системе. Это люди по неправильным качествам руководства себе придумали всякие там махинации. Я верю, если руководитель встал, и он не хочет дальше расти, я верю, он должен уйти в сторону. А если кормушка работает, если все пригрето, и кормушка работает, и он не хочет уходить, то всем другим надо смиряться. Потому что выхода нет. Я вам одно скажу. Как только вы начнете придираться к этой кормушке, то вы должны себе вот так представить. Вы... Вообще, кто вы такие, что вы хотите его сейчас там, скажем, подвинуть, скажем так, да? Вы должны себе всегда вот так представлять. Вы такие маленькие, а он вот такой. Это неправильно, но это, к сожалению, так неправильно работает все. И вы начинаете. Пастор или директор, или шеф, или это, д-д-д-д-д. Вы начинаете там. Ты не можешь по-другому? Ты не можешь? Ну, ты не можешь уйти? Ты не можешь? И в конце концов, что происходит? Мы как только начинаем говорить, то первая реакция это так, послушать, а потом, если ты не перестал говорить, он так. И 250 тысяч вольт тебе по голове дало. И потом ты идешь домой с очень плохой совестью, обвиняешь себя и говоришь, а почему я вообще пошел, полез? Почему я вообще начал так говорить? Вот если бы я молчал, если бы я был смиренный или смиренная, если бы я, если бы я, если бы я, то было бы все хорошо. И в конце концов, кто плохой совестью гуляет по жизни? Тот, кто получил. Поэтому, первым делом, помните, прежде чем идти на такую беседу, проверьте размер штанов. Очень важно. То есть, я говорю так чуть смешно, но очень важно, проверьте размер штанов. Потому что столько людей, столько людей, они типа наивно, наивно пошли к руководству и хотели главному пастору сказать. Чуть-чуть наивно, чуть-чуть нагло, может быть, чуть-чуть еще я скажу. И они пошли, и они конкретно не поняли, что произошло. То есть, люди себя иногда ведут. Я руководитель, я столько лет в руководстве, и мне люди столько говорили, и братья в церкви, и сестры в церкви мне такое говорили. Я бы желал, чтобы кто-то им так сказал, как я не сказал. Потому что люди наглые, люди просто иногда себя неправильно ведут. Это сейчас другая сторона. Но я говорю сейчас про властолюбца, который не позволит, чтобы ему такое сказали. Он там задавил, и все. И если это не хватит, он может спокойно выйти на членское собрание. Братья и сестры, у нас проблема. Вот у нас, в нашей церкви есть люди, но вы знаете, люди влиятельные, люди, которые, ну, не молодые, люди, которые, ну, серьезный бизнес ведут. И вот такие люди, ну, другие смотрят на них, такие люди просто не дают мне, как пастору, больше служить и вести церковь. Они мешают. И церковь так. Короче, так рассказал, это реально было, так рассказал, так объяснил, что вся церковь поняла. Тот бизнесмен, он, короче, не дает главному пастору жизни. И тот бизнесмен, ему после этой беседы, после этого выступления, ему будущего в духовном мире, в этой церкви больше нет. И все. И есть столько, чего вы сами знаете, есть столько, чего я знаю, поэтому я всегда говорю, руководство, это дело хорошее, будем концентрироваться на добром, а не на плохом. Это все человеческое, как бы, поведение, все. А каким образом мы можем Бога к этому привыкнуть? И Господь им тоже, как бы, не остается равнодушным при этом. Его благодать, Его милость, каким-то образом можно использовать? Можно использовать. Ну, грубо говоря, нет, не можно. Единственное, что мы можем делать, единственное, что мы можем делать, Господь, реши эту проблему. Я вас сильно расстрою, потому что, если человек влип в зависимость злоупотребления власти, то есть, у нас есть алко-зависимые, у нас есть нарко-зависимые, и у нас есть власть-зависимые, то есть, одержимые, по-другому сказать. Окей, это, по идее, одно и то же. Власть, нарко-алко, только каждый раз чуть по-другому, но в конце концов, одно и то же. Теперь, я очень сожалею, но я в моей жизни еще нигде не читал, нигде не встречал, нигде не слышал, что человек, который действительно был злоупотребляющий власти, вот так, чтобы он добровольно покаялся, полностью изменился и стал тем руководителем, который взращивает людей. Я такого еще нигде не видел. Все, что я видел, все, что я слышал и все, что я читал, все, что я знаю, эти люди, если их на них сильно-сильно-сильно надавили, то они по странным обстоятельствам уйдут в сторону, обязательно сразу свое дело начнут там строить, дело-делать, опять кресло себе поставили, абстрактно сказать, и опять куролесят и делают дальше, что делали. А покаяние в том, что они людей не взращивали, а что многих людей они подавили, 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 столпу сбили, неуверенными сделаны и так дальше. Покаяние такого истинного, но я с большим сожалению должен сказать, я такого не знаю. сколько я спрашивал, я на эту тему столько учил в многих странах, я не знаю такое, к сожалению. они не осознают это, это для них закрыто, они, а если им кто-то говорит, они не понимают это. записку Стивом Плача написали. Да, вы можете записку записать, ему дать, ему дать и потом вернется эта записка и этой запиской, этой запиской вот так, тык тебе по голове с таким куплетом, надурил, надурил, а в бумажке ломик был. Молиться всегда правильно и молитесь за руководителя, начинайте как можно быстрее, чтобы он не стал таким. Так что, я думаю, очень хорошо, если братья и сестры открыто, серьезно молятся за руководителя, за тот, кто во главе стоит этого всего дела, чтобы они смиренно перед Богом, чтобы они с любовью перед людьми, чтобы они видели потенциал и развивали, чтобы не было злоупотребления власти, потому что это, я считаю, это катастрофа, я считаю, это просто катастрофа. И у нас, извините, вокруг да около такое происходит. У нас в Германии, у вас здесь нет такого. Окей, хорошо, сделаем маленькую переменку и потом я буду въезжать в тему по конспекту. субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!